Есть, в принципе, много, так сказать, рецептов, разных рецептов. Сегодня я вам посоветую один очень даже хороший рецепт. Что нам надо? Первое. Обувь надо изначально, так сказать, подготовить, размягчить. Желательно размягчить чем-нибудь, что не застывает так сильно в морозильнике. Потому что мы будем работать с морозильником. Для этих целей идеально подойдет касторовое масло. Берем нашу обувь, которую надо, так сказать, раздать. И хорошо, обильно, несколько можно раз смазываем касторовым маслом. И подготавливаем ее, так сказать, к тому, чтобы она размягчалась. Дальше. Нам необходимо взять несколько новых, обязательно новых, вот таких вот кульков. Итак, берем один кулек, один кулек. И осторожно заполняем его водой. Водой. Хорошо завязываем, потом во второй кулек его ложим. Потом ложим, на всякий случай, в третий кулек. Потом осторожно так формируем, чтобы он был, кулек, похож, так сказать, на трубочку. И осторожно вкладываем, вкладываем в ботинок. Желательно, желательно, чтобы эта трубочка была максимально большая. То есть, чтобы она, когда мы засунули ее в ботинок, осторожно, чтобы не порвать, конечно же. Чтобы она полностью, так сказать, надавила на наши стенки. И вложим один и второй тоже в ботинок. С ним такие же мероприятия мы делаем. Вложим в морозильник. Естественно, чтобы ботинки были чистые, подошву тоже помойте. Чтобы вы в морозильник положили нормально. Или подложите в морозильник что-то еще. Кусок газеты. И на нее поставьте тогда обувь. Все. При застывании вода примерно расширится на 10%. Вода, которая в кульке, расширится на 10%. И ваши ботинки она, так сказать, раздаст. Все. Потом высовываем. Долго не нужно этого делать. Примерно 5-6 часов достаточно. Потом высовываем все. И осторожно так ставим где-то просто отдыхать наши ботинки. Когда вода, так сказать, чуть-чуть разморозится, осторожно извлекаем с него наши, так сказать, манипуляторы. Манипуляторы. Аппликаторы. Аппликаторы, которые раздают нашу руку. И все. Их просто выкидываем вместе с кульками. Аппликаторы. Продолжение следует...